Еды нам не дают, вот суетим из того, что оставили нам мирные украинцы. А по факту воруем зерно у куриц. Еды у нас нет, воруем зерно у кур. Российские военные записали видео спередка из села Старомайорское и показали, как вынуждены печь лепешки из зерна. По их словам, никаких продуктов им не привозят, поэтому вынуждены выкручиваться. В начале войны солдатам ВСУ с Азовстали также приходилось готовить себе оладье из запасов муки. И вот теперь оккупантам все вернулось. Нашли мясорубку, перемалываем, отделяем муку от сечки, уже по факту дробленную, готовим кашу, а с этого делаем лепешки. Каша у нас уже готова. Целая кастрюля на семерых наварили. Аплодируют, стоя! Девять заключенных, помилованных Кремле бздуном для отправки в Украину, сбежали с полигона в Белгородской области. Шесть драпанули с полигона в Карачанском районе 26 июля, еще трое 27 июля. Среди них убийцы и насильники. Мирные жители при встрече придут в дикий восторг. Покупаю, что здесь не молоко, а молока. И вот здесь вот мелкими буквами изготовлено по технологии молока. Вы что, не знаете об этом, что ли? Оказывается, это молокосодержащий продукт заменением молочного жира. Вкусно и минус почка. Встречаем аналоговнетный продукт молока. В напитке было найдено все, кроме молока. Все так и должно быть. Все по плану Кремле бздуна. Уменьшение населения Российской Федерации. Содержит растительное масло. Ну какое же это молоко? Ну не молоко же, а? Дурилова. Вот в этом и прощу. Короче, плотины нет, просто ее, просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома. Дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет. Страна из говна и палок, но зато с ядерной дубиной и трехтонными бомбами, которыми можно бомбить украинские города. В Карелии шесть человек пропали без вести и девять покалечились после того, как вода размыла перегородку Беломорско-Балтийского канала. Цель, как можно, сильнее ослабить Россию. Курская санитарная зона. Зрители в восторге. Путин пообещал, что сделает санитарную зону. Путин выполнил свое обещание. Мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Удар пришелся по нефтебазе. Загорелись три резервуара с топливом. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. По его данным, пострадавших нет. Телеграм-канал Астра писал, что под удар попала нефтебаза Полевая. Она находится в одноименной деревне. К восьми утра на одном резервуаре пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекли более 80 спасателей и более 30 единиц спецтехники. В феврале нефтебаза Полевая уже подвергалась атаке беспилотников. Кроме того, по словам того же Смирнова, с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом в Судже. Местная жительница получила ранение. Ее доставили в больницу. Но это еще не все. В поселке Медвинка из-за падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в одном из домов. Об этом также в своем телеграм-канале написал губернатор. Никто не пострадал. Пожар удалось потушить. Не менее 20 бойцов ЧВК «Вагнер» убиты в столкновении с племенем Туарегов в стране Мали. В числе погибших автор телеграм-канала «Грейзоун». Бои шли три дня на севере Мали у границы с Алжиром. По данным Рейтерс, повстанцы из племени Туарегов разгромили колонну провластных сил, которая в основном состояла из вагнеровцев, и захватили их автомобили и бронетехнику. Предварительно в этих боях Туарегия потеряли двух человек, ЧВК «Вагнера» минимум 20. Оставшиеся в живых наемники либо бежали, либо попали в плен. Минобороны Мали утверждает обратное. Якобы убиты двое военных и не менее 20 бойцов повстанческих сил. В Z-каналах говорится о гибели от 20 до 80 наемников ЧВК «Вагнера». В число погибших попал автор телеграм-канала «Грейзоун». Вероятно, это 29-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин с позывным «Белый» или «Пятисотый». Также, возможно, в столкновении убит один из командиров ЧВК Антон Елизаров с позывным «Лотос». По другим данным, он попал в плен. В случившемся Z-блогеры винят руководство ЧВК. Так, канал «Русич» пишет, цитата, «С командных должностей, несмотря на опыт, были убраны все, умеющие воевать, но имеющие свои мнения командиры, а заменены были на людей, удобных и без мнения». После смерти основателя ЧВК Евгения Пригожина наемников заставляли заключать контракты с Минобороны. Также власти создавали собственные частные военные компании. Некоторые наемники не стали подписывать новые документы и вернулись в Африку, где ЧВК активно действовало много лет. В Мали, где произошло столкновение с 2012 года, нестабильная ситуация, и нынешнее правительство пришло к власти после переворота. Россия действует в стране, помогая вооруженным силам официальной власти. «Мы всегда это делали. И делаем сейчас». Неизвестный в военной форме попытался поджечь кафе в Свердловской области, потому что ему не понравилось одно из блюд. Во время задержания он кричал, что является участником войны в Украине. В сети появилось видео, как кафе «Толстая креветка» в ревде подходит мужчина в камуфляже и льет что-то из канистры у входа в здание. Затем из здания выходит мужчина, который впоследствии задерживает поджигателя. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел 25 июля. Мужчина в военной форме пришел в заведение и заказал две нарезки – рыбную и фруктовую. Вторая ему якобы не понравилась. Мужчина начал ругаться и кричать. Охранники выгнали неизвестного, но он вернулся с канистрой бензина. Поджигателя сначала увезли в полицию, а там уже передали военным. «Это ошибка». А это кадры из оккупированного Симферополя. «Я вас ненавижу так...» «Ненавижу. И вас скоро отсюда выселят благодаря моему Владимиру Владимировичу Путину». Местная жительница оскорбляла и угрожала детскому стоматологу. На опубликованном видео женщина несколько раз повторяет, что ненавидит крымских татар, желает народу, цитата, «здохнуть». Ее возмутил флаг крымских татар на лобовом стекле врача. В ход пошли оскорбления и угрозы депортации. Доктор в ответ пожелала женщине здоровья. Все те, кто пытается нас сейчас пугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ будет скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова